графе андропова имеет смысл сказать несколько слов потому что по поводу этого человека существует очень очень много мифов я вам рекомендую тем кого заинтересует фигура андропова я вам рекомендую две работы работы дюкарева семь тайн андропова и работу чертопруда юрий андропов тайна председателя кгб по официальной биографии андропов родился в 1914 году в станице нагутской и происходил из донских казаков значит мать сирота которую взяли в богатый еврейский дом фликенштейна на самом деле это миф который андропов запустил фамилия отца андропова либерман он работал телеграфистом мать гения вайнштейн и есть информация что до 1932 года андропов звали гоша реберман а затем он стал юрием федоровым а затем андроповом карьеру андропов делал в комсомоле во время чисток 1930-х годов когда в 1967 году он стал председателем кгб это первым делом чекисты по его приказу отправились город рыбинск и города рыбинск ярославль где он где проходила его карьера и они изъяли из учреждений где он учился и работал все связаны все связанные с ним документы но скелеты в шкафу всегда остается и попали они по видимому к суслову свое время во время войны по официальной версии на фронт андропов не попал по здоровью и организовал партизанское движение в карелии но военных наград у него практически нет в том числе у него нет медали за победу сказать война над германией которые давали всем кто на момент 9 мая находился в армии то есть здесь некоторые сказать за победу над германией здесь есть знак вопроса после войны участок активно участвовал в разоблачении по ленинградскому делу здесь попался на глаза отто кусина ну это очень такой интересный деятель теневой коммунистической партии советского союза который писал уставка минтерна уставка минтерна и вообще очень это очень интересные деятели в свое время во время этих чисток андропов посадил 1 сега и цк компартии карелии геннадия куприянова и преследовал его даже после того как того выпустили из тюрьмы в пятьдесят первом году андропов пришел на работу в цик а в пятьдесят третьем году на работу в мид с 54 года он на дипломатической работе посол в венгрии венгрии он то ли проворонил то ли сознательно допустил антисоциалистический антисоветский взрыв венгра андропова считали коварным двуличным человеком и палачом после венгрии андропов был назначен заведующим отделом социалистических стран с и к кпсс и проработал на этой должности в течение 10 лет шестьдесят седьмом году был назначен председателем комитета государственной безопасности сср биографии андропова три парадокса первое обо всех членах политбюро ходили слухи что они евреи полностью или частично даже проказа про казаха кунаева говорили что да что то там есть а вот про еврея андропова никогда не было никаких слухов о его национальности второе про всех членов политбюро шли разговоры об их здоровье что вот они больные перебольные андропов уже с 1960 года был инвалид у него практически не работали почки про него никаких слухов не было третье про андропова постоянно особенно его окружение говорила что он очень образованный человек знает английский человек любит джаз любит западную культуру это абсолютно неправда он человек без высшего образования но ему создавали такой образ такого сказать про западного сказать человека и безусловно андропов не был самостоятельной фигурой он был ведомым человеком он очень боялся суслова сказать его серого кардинала собственно суслова побаивался даже брежнев которого суслов называл леонид брежнев называл его по имени отчеству вот такая биография этого человека и в семьдесят пятом семьдесят шестом годах мы с вами записали позиция андропова усиливаются